Нравится? Собачки! Собачки! Маленькая! Вот это болеть собачка, да? Страдать! А вы тут делухи, да? У вас тут немного. Ва-ва-ва! Ты как Барбара наша! Нравится? Да! Собачки, да? А где? Сонька? Соня, иди посмотри! Сонечка! Соня, иди сюда! Всем привет! Был с вами салат для Делова. Здравствуйте! Там еще тоже здороваться. Хотела рассказать. Салат у меня винегрет. Я чуть все не вспоминала. Забыла, как это называется. Винегрет делаю с морковью. Обязательно. Иногда забываю варивать морковь. И Ваня у меня все время спрашивает. А ты морковь положила? Короче, сегодня я не забыла морковь. Ну, ее мы так, наверное, нравится с морковью. Но мне как бы и не совсем принципиально, если вдруг ее нету, да? Вот. Ну, а Ваня все время вспоминает почему-то про нее. Короче, что я вам хочу сказать. Ваня, мы уехал. Уехал вместе с Соней. Вот. Нашей семье принято решение. Хочу его так озвучить вам. Мы решили повязать Соню. Да. Вот. Видите, он мне там поддакивает. Значит, эта эпопея у нас уже длится с августа месяца. Принято решение. По той причине, что Соне нашей три года в сентябре вступил. В августе позвонили ее люди, у которых Сонин папа был, с которым мы вязали Барбару. Прошка, не стучи, пожалуйста. Это все ты мешаешь. Прохор. И сообщили, что их собачка Леня папа Сон отравился. И они там очень долго его спасали. Переливание крови делали. Короче, собака на даче. Ну, как бы он же немаленький уже. Ему там 9 лет было, наверное, почти. 9 лет. Он полизал, лизнул корм крысиной. Там соседи пораскладывали. Он где-то лизнул и все. Короче, у него сильнейшая интоксикация. Собаку не спасли. Люди страдают. Единственная зацепка по своим корням это Соня, потому что вязка была одна. И с этого помета, в том помете была только одна Соня. Здесь щенков больше не было. Люди позвонили со своим горем, со своей бедой, со своей печалью, скорбью. И значит, они мне звонили раза три. что я изначально говорила, не знаю, мне как бы тяжеловато. Но я как бы говорю, поговорю с Ваней, Ваня был в командировке, потом Ваня был в больнице, ну вот как-то так, да. и все-таки я дала ответ, что да, мы будем вязать Соню, и они себе возьмут щенка. Они там, конечно, мы так хотим, мы вам поможем пристраивать, продавать тех щенков, которые еще родятся, да. Я дала ответ, что мы будем ее вязать, потому что очень жалко, и я сама понимаю, что если бы это была у нас такая зацепка с нашим английским бульдогом, которого не стало рататуем, то мы с Ваней бы, Ваня выскакал и просил и умолял людей, все что угодно, да, точно так же и эти люди. Ну, это просто просто по-свински все время отказывать и говорить, что там мы такие-сякие вязать не будем. Вот наступило время течки, они знали, что как раз они в августе позвонили, тогда уже все, ну, мы не считаем ничего. Вот, мы тогда же в августе договорились на Капеля, или в сентябре мы договорились, что с Капелем мы поехали встретились, что будем вязать с черненьким Энджиком, волосатеньким грифоном, да, порода у них грифон, общее название, мои неволосатые собаки, это птибрабансоны черные, мама выражает три разновидности, значит, может быть бельгийский грифон, бельгийский птибрабансон, и брюссельский грифон, и брюссельский птибрабансон, птибрабансон, они без шерсти, грифоны они сволосатенькие, бельгийский и брюссельский, брюссельский это рыженькие, а бельгийский это черненькие, как наши, то есть у нас бельгийские птибрабансоны, договорились мы вязаться с бельгийским грифоном, то есть черненький грифон, в итоге мы приехали, мы уже три раза съездили, у нас ничего не получилось, кобель вообще не реагирует на нее никак, но ему если честно 10 лет, он развязан, но он все время развязался со своими только сучками, в итоге сейчас огурцы возьму, мы даже Соню оставили в пятницу, в пятницу на субботу со своим формом, со своим боксом переночевать там, да, мало ли, может без нас кобель там как-то освоится, не, не освоился, но я уже в пятницу уже поняла, что кобель боится, боится и подходить, он прячется, он за хозяйку прячется, он прячется в угол, но если кобель так себя ведет, то ничего толку не будет, короче, вспомнили мы тогда же еще про одного кобеля, рыжего, брюссельского грифона грифона, рыжего волоса, созвонились, а он наоборот очень желающая девочка, он не развязан, и вот это эпопе, это мы получается три раза съездили к черненькому, да, кэнджику, теперь мы уже сегодня второй раз поехали к рыжему грифону, да, волосатенькому, рыжему, то есть брюссельскому грифону, короче, вчера он активный, все, он хотел, но он вчера подустал, и он немножко, ну как, не смог все сделать, вообще, вот, сегодня это три-четыре-семи пятый раз уже в Ане поехал, я все время ездила с ним, тоже с Семеном, вот, вчера, блин, вообще, ну то есть устали, так, представьте, это столько времени, кажется, потом эти собачки, то есть, пока еще даже наша Соня не беременная, а мы уже столько всего сделали, да, вот, хорошо, хоть они здесь близко живут, и мы, это все здесь, они там, как некоторые другие области ездят, придумывают, вот, ну, очень держу пальчики, что хотя бы сегодня уже тот момент наступит, люди, меня каждый спрашивают, вот эти, которые ждут щенка от Сони, они у меня спрашивают, как, что, то есть, иду с ними беседы, такая ситуация, так что, если все будет хорошо, то через 62 дня у нас появятся щенки дополнительные, не, через 30, Семранов, сына, 60-62, вот этот период вынашивания щенков у собаки, Барбара наша рожала два раза, то есть, ну, мы про это все знаем, вот, трудности, да, большие, на меня возлагаются большие надежды, трудности, я это все понимаю, надеюсь, я это все должна, надеюсь, я обязана просто это все выдержать, вот, ну, как-то, знаете, если бы мне просто со стороны, вот, честно, сказали, там, ну, мы хотим от вашей, там, собаки, щенка, я бы не вязала, вот, потому что, ну, мне действительно тяжело, у меня дети, детей много, трое детей, заботы, домашние дела, 24 на 7 дети на мне, то есть, мне же никуда не уезжают дети все время тут, я, мне тяжело, конечно, эти уроки, домашние дела, и все такое, вот, совсем не только лучше, поэтому, я бы отказала, но, не такая же я семья отказывать людям в беде, в такой проблеме, короче, посмотрим, сколько, ну, так интересно, сейчас расскажу, клуб почищу, и расскажу вам, ставлю вам, может, видео собачьи, или же, фото, с этих кобелей, да, может, получу, возможно, я ставлю, не гарантирую, но посмотрю, вот, так вот, интересно, даже по объявлению звонила, да, писала по одному, такие странные условия, пишут, и прям такие грифоны, и я спрашиваю, сколько там было щенков в роду папы, да, вот, мне 8-9, людей, никогда в жизни грифон, я еще даже, ну, в моем понимании, не могу столько родить, короче, я даже позвонила, ой, спросила, вот, у заводчицы, она говорила, которая, мы вот были с, кобелем, с первым, да, она 17-22 с редкими собаками, и у нее и знакомы, она говорит, за наше время, вот, разведение, говорит, было больше всего у той женщины, у Лены, у другой, да, второй заводчица, у нее, говорит, было 5 щенков, все, говорит, остальное, малоруком, это еще рука, афайно, говорит, это столько даже, ну, говорит, эти, Джек Расселы, говорит, больше могут родить, но не грифоны, грифоны, один, два, три, вот, до пяти, короче, как я поняла, а люди заливают, сейчас приду, такую красненькую луковичку, люди заливают, рассказывают, что по 8-9, нет, по 8-9, ну, больше щенков, может родить еще Джек Расселу, ну, из маленьких таких пары, ну, грифоны нет, короче, а, еще так интересно, условия, я говорю, перевязки, рыженький был, ктибровансон, стандартные, мне пишут, я спрашиваю, напишите свои стандартные, мне отвечают, причем там мужчина переписку ведет, ну, на то они и стандартные, что говорит, ну, стандартные условия, на то они и стандартные, короче, я так и не поняла, еще был у меня вопрос, какие, сколько щенков, кобель развязан, он сказал, я спросила, сколько щенков было в последующих пометах, где он вязался, мне ответили, он с родственниками не вязался, я не спрашиваю, с кем вы вязали, мне просто интересно, сколько, потому что от кобеля это зависит, а, мне сказали, что, потом я опять переспросила, он мне ответил, что там было от двух до пяти щенков, в тех следующих пометах, ну, вот это более правдоподобная, да, информация, короче, условия на то и стандартные, я сказала, блин, я так и не поняла, на каких условиях вязка с вашим мальчиком, да, мне так и не ответили, люди так и адекватные, так не отвечают, я считаю, потому что мы вязали два раза, первый раз у нас была договоренность, как правило, стоимость щенка, либо щенка, да, первый раз, а, ну-ка, сейчас заплачу, первый раз у нас была вязка с кобелем, 300 евро, родилось три щенка, причем деньги отдаются, отдавались после того, как они родились, я позвонила, что дамы забеременели, потом я поставила в известность, что, ну, беременность, ну, собака забеременела, потом, что мы родили, три щенка, и мне сказала, я говорю, когда вам привезти деньги, потому что это была первая вязка, я, Лена, ничего не знала в этом, на что мне сказала женщина, ну, что вот это вот, ну, те люди, которые занимаются, она мне сказала, пройдет две недели, хотя бы 10 дней, чтобы они все выжили, и вы тогда, говорит, после этого мне привезите деньги, созвоните, хорошо, то есть наши три щенка выжили все, я отвезла 300 евро, то есть это не после продажи, но можно было разговаривать, после продажи первого, чтобы там, когда денег нет, так мы отвезли 300 евро за вязку, потом мы их растили, и потом мы продавали, это уже наши были деньги, да, так вот, то есть все, ну, как бы последующие кобели, при таких условиях, они, ну, хозяева кобелей, да, они в курсе, сколько в помете там было щенков, да, потому что, если бы, например, из трех щенков один не выжил, то два щенка, она либо могла сказать, вообще вы мне ничего не должны, либо уменьшила стоимость, вот, это вообще, как бы два щенка и меньше, кобелю ничего, точно так же, вот мы, когда вязали второй раз Барбару, мы нашли кобеля рыженького, мы искали рыжего, чтобы вот, который умер, да, папашка, у нас была договоренность, что они берут щенка, но родилась одна Соня, соответственно, мы несем свои расходы, как бы, мы Соню не отдаем, и они ничего не получают, то есть, да, это такое, потому что я еще переспросила, реально, ну, они в пролете получаются, ну, и вот второй, сейчас мы будем рожать, да, если будет щенок, то они будут забирать его, соответственно, они будут платить, я, конечно, не буду по-свински немножко, ну, уступлю людям, я, ну, я понимаю это, потому что, ну, в прошлый раз, как бы, вроде как Соня, они, хотя мы Соню не продали, мы оставили, и они прекрасно знали, что мы с этого помета себе хотим оставить, мы искали рыжего кобеля, мы, Ваня прошерстил, после, это было после того, как у нас умер английский бульдог, он у нас был рыжего цвета, и Ваня сказал, что, ну, хотел сначала бульдога, потом посмотрел, бульдоги дорогие, бульдоги, большие, их надо воспитывать, в квартире тяжело, мы решили это отложить, Ваня посмотрел, десяти месячного, даже щенка, ну, успокоился, сказал, что нет, это не наша собака, который был воспитанный, жил ради нас, да, там собака, о, в огонь, там, сметался на это, на пути, детей сбивал, меня сбивал, Ваня говорит, боже, если пробежит там у нас, ну, здесь в зале, говорит, и мебель, и все, это завал будет, короче, он сам это осознал, и тогда мы приняли решение, я сказала, ну, как бы, такие деньги платить, деньги у нас в дефиците, тогда были, и мы решили, я говорю, выгоднее нам повязать свою собаку, ну, и вот он тогда задался целью, рыжего щенка, рыжего, он прошерстил эту всю венину родословно, но рыжая редкость, они как бы ценятся, и так же в бульдогах, кстати, рыжие, они там белые есть, и рыжие, и тигровые, но они тогда менее аллергенны, поэтому рыжие всегда были дороже, у английских бульдогов, но в итоге, чем белые, в итоге, венин, он прошерстил его родословную, пересмоношел его родственников в интернете, у него со всей родословной было только два рыжих в помете, там, родственника дальних, да, и он сам рыжий, ну, соответственно, родилась черная соня, ну, вот сейчас мы вяжем, с рыжим волосатиком, рыжим грифоном, брюссельским, посмотрим, что у нас получится, получится ли вообще, потому что, что-то это эпопея вязки, что мы не проворонили дни, и поехали раньше, немного, да, к тому кабелю, и сейчас в самом разгаре у нас, вот это период для вязки, вот, поэтому в этот период у нас второй уже кабель сменен, вот такие у нас сейчас заботы, несвойственные всем людям, да, вот, ну, короче, сейчас мы занимаемся вязкой, вот, что хочу, щенки, конечно, тяжело в квартире, причем у нас не первый этаж, они у нас вот здесь вот на кухне, возле батареи у меня обитали, ночами не спишь, то есть это очень тяжелый труд, если кому-то кажется потом, почему они такие дорогие, то, ну, это большой труд не спать, первые двух суток вообще не спать, нужно всех, чтобы они пока покушали, взвешивание вес, роды, мы приглашали на роды врача себе домой, да, чтобы в случае чего собаку, если она не может родить, то делали кесарево, потому что собачки маленькие, по опыту с родами барбары, вторые роды Соню приняла в итоге я, я сама и приняла роды, потому что врач не смогла приехать, вот, а первые роды у барбары, это было что-то чем-то, собака лежит на спине, и ровненько лапы подняла, рожайте называется, все, она ничего не делала, она просто ничего не делала, вот, и собачки, ну, то есть там, ее стимулировали, чтобы у нее был процесс, вот этот вот родов, да, и последний, даже там была трещинка, последнего просто практически вытащили, вот у него голова была большая, и он мог вообще не выжить, выжить, все, то есть сразу доктор откачала этого щенка, и все, вот так вот у нас было три щенка, поэтому, дело серьезное, опасаешься и своей собаку, чтобы не загубить, это не дворняги, они даже не так не вяжутся, ведь вяжутся проблемы, вот, поэтому, будем надеяться, что все будет хорошо, будут у нас собачки, будем их называть, собака у нас, Барбара, не оформлена у нее, родословно, ага, все мы, все поделим, пусть Соня сначала родит, одна моя, да, в прошлом, первом памяти у Барбары было три щенка, один мальчик, две девочки, все черненькие, и одна девочка волосатенькая, только одна, все остальные, ну, то есть Грифон она родилась, хорошая была, тоже моя, Соня, я так любила эту Соню, почему эта Соня наша названа, тоже Соня, потому что, потому что я, я даже приняла решение, что я ее не буду продавать, вот, и в итоге я ее продала, когда ей было 8 месяцев, собака приучена ко всему, собака имела все прививки, я ее продала, потому что, ну, как-то в доме три собаки, это сложновато, и, ну, честно, через, я ее в ноябре продала, а в марте не стала нашего рыжего капеля, если честно, если бы я знала это, я бы никогда Соню не продала, потому что Соня была, знаете, какая-то такая, вот моя, душевная моя, ну, в душе моей собака, и, ну, я знаю, что ей хорошо, я не жалею, она в хорошей семье, у нее хозяйка тоже, ой, даже со слезами, она в хорошей семье, хозяйку зовут Аня тоже, я знаю, что там, когда она уходила, она не работает, и если она уходила из дома, она все время звала свою маму посидеть с собачкой дома, короче, не всех так детей смотрит, как смотрит нашу Соню, поэтому ей очень повезло, и интересно так, что я давала в августе, например, объявление, они его видели, они мне звонили, и они долго думали, там, сомневались, а потом я, они говорят, что они не видели моего нового, я дала в ноябре как раз, я перестала давать объявления, но в ноябре я дала, и они мне позвонили, и самое интересное, что, ну, у них там было сомнение, они поехали, у меня посмотреть собачку, поехали маленькую посмотреть, там, наверное, два месяца было, да, а потом, да, они через месяц, наверное, или через, наверное, через пару недель они мне позвонили, что они определились, они хотят соню потому что соня вообще как бы не было проблем соня готова щенок уже но она щенок от не привыкла но с ней не надо там возиться пеленки вытирать эти лужи приучать абсолютно терпела и ходила на улицу так вот я продала соню потом очень сильно работала над собой чтобы не жалеть что я с собой договорилась потому что прежде чем они родились я с собой договорилась что мы не оставляем никакого щенка что все щенки продаются что у нас нет возможности и мы себе щенка не оставляем чтобы не было вот такой привязанности потому что очень сильно к ним привязываешься и все свои родные потом так вот от себя отрывать но получилось так что вот это соня да она задержалась реально задержалась вот и когда я поняла что она уже умеет то когда то 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 она уже вот все она выбирала в хозяйке там меня да что я с ней больше всех вожу шею бы гулья и учу я ее учила там на поводков поводком я не могла научить и ты понимаешь ты как с ним как с ребенком все и спавали мы не будем продавать я очень привязалась к ней все ровненько стала не решаешь сама вот мы все и в итоге я сняла с августа месяца это объявление но очень сложно очень сложно представьте на улицу вывести трех собак при этом соня она не ходил на поводке это был очень большой минус она не ходила с нами со мной на поводке и с ней бегает чтобы переживать что она под машину не попала на все-таки собака она еще маленькая набежала там другие собакам какие-то короче вот такой дурдом если честно вот но когда приезжали люди я им говорил она не ходит на поводке но ее надо она еще пока не так слушается данного то есть опасно чтобы под машину нас уже движняк такой под машину чтобы не попала поэтому с первых дней и на поводок чтобы она знала мне в этот же вечер написали вы знаете мы ее одели на поводок на спокойно полчаса играл я предупредила потому что ну это важно они живут в городе минске то есть там ты не за городом где-то то есть обязательно собаку водить на поводке я говорю как и короче я поняла что соня издевалась надо мной как могла она я ей только вот одевала поводок она садилась ровно как вкопанная и вот я ее тяну она мне вот такая сидит прямо тянется с лапами и как парализован все я не могу мне люди смеют смотрят на меня и собаку тянешь да я с ней разговаривала с ней так и сяк и ни в какую чтобы выгул к выгулу когда я ее приучала вот представьте она растет просыпается собака и ты понимаешь что собака проснулась утром то она сразу пойдет в туалет собака просыпалась 4 утра я собиралась тут же быстренько причем я собиралась одной рукой в одной руке держала соню вторую рукой я натягивала штаны потому что и куртку наверх это было зима была нет ли осень была я помню куртку наверх и пошел в 4 утра выгуливать собаку потому что собака так и не пойму что от нее требует то есть она проснулась значит она пошла в туалет все потом уже до нее подошло что если она проснулась и и не повели на улицу то она терпит вот так ну и вот эти вот мучения представьте я с ней эти все прошла именно я потому что я чутко спала кстати прошлый самый первый помет первый помет мы родили когда я под конец декретного с прохором сейчас получается та же самая история что под конец как конец уже два и четыре года под семена до 9 9 февраля и получается что тоже скоро исходит наш дик мой декретный отпуск я не буду находиться дома на работе я не смогу уделить внимание щенкам и та же самая история что мы вяжем сейчас собаку то есть соответственно потому что со щенками нужно быть день и ночь вот так что вот так столько всего я вам рассказала желаю вам всего хорошего спасибо если вы дослушали до конца мне будет очень приятно ставьте лайки подписывайтесь на канал вам не сложно мне приятно правда плохо вот пишите как у вас с животными кого вы там разводите я например знаю что семья назаренко из германии разводит котиков порода какая-то редко я ее не выговорю но они разводят котиком у них тоже питомник зарегистрирован у нас не питомник нет у нас я говорила что нас у барбары родители с радоса оформлено родословной сама барбара не оформлена у нее родословная у нее хорошие корни все но соответственно у щенков нет родословной потому что у других есть но для того чтобы сделать щенкам родословную нужно сделать сначала барбаре но это дополнительные расходы выставлять мы ее не будем барбаре в апреле восемь лет соответственно то есть ну честно вам скажу кому нужна собака этой породы тот и знает и ищет ее и все не хватило места на телефоне пришел сюда лить блин забыл даже на чем остановилась что рядом с концом а все видите подсказал как что в декретные у меня завершался тогда это уже родил мы тогда рожали что-то еще и говорю да нет я что-то рассказывал за ладно покажу а что семьи назаренко я рассказывала да котики а я хотел у вас спросить вон расскажите кого разводите вы разводите ли вы если какие у вас животные напишите быть интересно особенно вон видите с прахар интересуется но и мой салат вот видите как он красивый получился я вот что очень ты будешь я его заправила маслом по прочим и он вкусный будет салат ваня мой сейчас кстати прошу про хора научиться тоже есть винегреты все я пошла всем пока буду делать котлеты пока спит сильно